Этот ход со стороны Европейского Союза удивил многих. Теперь они настаивают на том, чтобы Россия немедленно открыла свое небо и разрешила бесплатные перелеты над Сибирью. Кроме того, они требуют вернуть все, что было конфисковано. Неудивительно, что ответ на такие заявления не заставил себя ждать. Действительно, можно считать себя вышедшим из ума, если считать, что Россия им что-либо должна. Дорогие друзья, добро пожаловать на наш канал. Сейчас вас ожидает интересный материал. Злание благодарю вас за лайк и подписку. Прошу устроиться поудобнее. Начинаем. Таким образом, ведущие мировые эксперты и значимые аналитические агентства отмечают, что экономическое положение Европы по сравнению с Россией сравнимо с разрушенным Дрезденом после бомбардировок со стороны англичан. Однако, несмотря на это, европейские политики продолжают вести диалог с Россией так, будто они до сих пор находятся в 90-х, раздавая указания вокруг. Несмотря на санкции, Запад продолжает предъявлять свои требования. Примером этому послужила международная конференция Airline Economics в Дублине, где обсуждались вопросы, связанные с воздушным сообщением между государствами. В этот момент представители стран, не являющихся нашими друзьями, вспомнили о том, что в марте прошлого года Россия ввела запрет на пролет самолетов из 36 стран над своей территорией. Именно тогда они решили выдвинуть требования перед Россией. Снять этот запрет, но с условия. Вот что заявил заместитель директора по транспорту Европейской комиссии Хенрик Халлей. Если ограничения для западных авиакомпаний на перелеты на Россию будут сняты, Россия должна прекратить взимать плату с иностранных авиаперевозчиков за использование воздушного пространства над Сибирью. Руководитель генерального директората по транспорту Европейской комиссии также подчеркнул, что они хотят, чтобы перелеты над нашей территорией стали бесплатными. Это заявление приводит агентство Ретерс. Не следует забывать о том, что во времена Советского Союза и России иностранные авиакомпании платили за пролет над Сибирью без пересадок. Согласно нашим партнерам, именно этот платеж следует аннулировать. Министерство иностранных дел России отвечает на этот вопрос так. Транссибирские платежи – это плата, взимаемая с иностранных авиакомпаний за пролеты через Сибирь между Европой и Азией со времен Советского Союза. Этот маршрут позволяет сократить дальность межконтинентальных полетов на 4000 километров. Аэрофлот – национальный авиаперевозчик, получающий часть этой суммы. Часть денег также направляется на поддержку летных училищ. По какой-то причине многие забывают, что в начале Европы США и Канада закрыли свое небо для наших самолетов. Затем мы последовали их примеру, но их память как-то селективна. Важно отметить, что с Россией по-прежнему требуют открыть небо, при этом чтобы мы даже не взымали с них плату. Недовольство со стороны наших партнеров понятно. С момента закрытия нашего неба они вынуждены лететь из Европы в Азию через Казахстан и Монголию, что увеличивает время полета минимум на 5 часов. Как следствие, стоимость авиабилетов растет, что вызывает недовольство пассажиров. Компании сталкиваются с риском потерять свою репутацию. На данный момент только Китай имеет возможность бесплатно летать в Россию. Важно отметить, что Советский Союз и Россия долгое время взымали плату с иностранных авиакомпаний за перелет на свои территории. В то время как Россия начала продавать газ и нефть Западу, цены на авиационный керосин резко выросли. В то время как Китай, купивший у нас нефть со скидкой, смог значительно снизить цены на авиабилеты. Таким образом, европейские авиаперевозчики не могут конкурировать с китайскими и обвиняют Россию и Китай в сговоре. И как власти, так и авиакомпании призывают мировое сообщество оказать давление на Россию. Они считают это дискриминацией, когда им не разрешается перелет над Россией. В то время как китайским авиакомпаниям это позволено. И такое относят как к несправедливому преимуществу. Важно отметить, что они пока не высказываются о возможном снятии или хотя бы ослаблении антироссийских санкций. Вместо этого они настаивают на том, чтобы Россия разрешила им перелеты над своей территорией и при этом еще и бесплатно. Однако это далеко не все. Но все односторонние требования Запада не заканчиваются после вопросов о небе. Есть еще вопрос с использованием российскими авиакомпаниями 520 лизинговых самолетов. Долгое время они регулярно оплачивали за ними необходимые суммы. Однако появилось новое требование. Вернуть сами самолеты, которые по сути уже были проданы. Проще говоря, эти машины Россия уже заплатила деньги. Но власти требуют их назад. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в свою очередь, что если Запад считает, что Россия обязана им чем-то, то это свидетельствует о потере ими здравого смысла и разума. Ну а как вы относитесь к последним требованиям Европейского Союза по открытию неба над Россией и освобождению от платы за перелеты? Считаете ли вы, что Россия должна выполнить эти требования? Оставьте свои комментарии и мнения ниже под видео. Но на этом выпуски от канала ТопАрми не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующие, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok